итак всем здорово давайте заоценим вышел пока что тестовый новый патч 070 уже игра игре полтора практически года а до сих пор версия 10 так и не вышла она уже даже начала продаваться в ларьках я видел 150 рублей стоит диск лежит не на самом видном месте вот и представляете до сих пор нет версии 1 0 1 0 как бы но на мой взгляд и на взгляд на всех практически как бы тот момент когда игру можно начать уже считать полноценный а и типа до сих пор не могут начать полноценный хотел же миллионы людей играют ладно короче я по основным так сказать пробегусь не не все может быть назову но основные назову значит добавили новые три премиумных танка очень слабых маленький уровень этот btsv его уровень херу какой-то уровень 3 что ли 4 у них всех такой добавленный уровень короче слабенький очень вот но мы видим он такой очень смешной внешности похож на французские танки вот там какой-то короче видел скриншот тоже культ надувной как будто он везет тоже мы видим не пушка и блять глаза на комара похож ща блять кольнет кого-нибудь жопку и тело такое блин ну реально смешной согласитесь танк вообще пипец 13 тонн ёпты бронирование 25 20 ну понятно в общем хератин полный светляк у него целых 500 лошадей максималка 62 скорость поворота стрёмная 33 градусов в секунду обзор стрёмный 320 но для этого уровня может он и не стрёмный атака стрёма но смешно в общем выглядит так дальше посмотрим короче вот такое тпз панцер калпфин volkswagen или как там это расшифровка аусы фиджей тоже добавили вот такая хератинка это на луча похож размером прежде всего . стрибаган какой-то если честно если между нами стоит это все порядка 1000 голда как известно я не знаю зачем такие мелкие покупать за голду потому что премиум там танки покупают чтобы бабло срабатывать серебро очень резко но это нормально делается только на высокоуровневых танках а именно там всякие к вы 5 лавы ты 59 59 тут еще один танк американский но они добавили немцам россиянам и америкосам по танку вот поэтому смысла не вижу в таких премиум их танках вообще никакого но . кибанутые две пушки походу посмотрим как он будет стрелять дальше короче что сделали сделали классную вещь мы федя а внешний вид давно говорили об этом камуфляж на самом деле они уже вроде были эти шкурки но они в качестве модов и видел их только ты а другие не видели потому что у тебя локально файлы подменялись теперь видят будут видеть все добавили очень много все несколько штук но тут много на самом деле не надо все-таки танки как бы серьезные вещи и более менее реальные добавили раскраски вот очень разнообразит игру на мой взгляд потому что сдолбал уже одно и то же одно и то же видеть да хотя танков много но куда-то много играешь ты их все не знаешь тут же вот есть возможность камуфляж накинуть поэтому для разнообразия прокатит это все стоит бабло от камеру двухцветный он стоит 200 навсегда голда то есть уже как бы раскошеливают данным бабло либо можно покупать камеру на семь дней 120 тысяч серебра либо на 30 дней 240 тысяч серебра что в общем-то не немало особенно если без премиума катаешься и в общем на это надел фарбить то есть опять же идет развод на бабло фактически потому что ну недельку ладно ты там купишь а потом если тебя премиума нет то столько денег тем более у тебя несколько танков короче развод определенный идет я под лично не буду конечно же но я сейчас премиуму играю поэтому я денег много и иногда нам патики шкурки что для меня 120 сейчас это уже не очень много но все равно особо так не буду не а даже на 7 дней вообще не выгодно на 30 и 240 тысяч ну может куплю короче дело в общем неплохое единственное жаль что нет уникальных пока что хотя как уникальное получится всем уникальные здесь нереально конечно потому что их будто миллионы и миллионы нужно на сервак закачивать как короче вообще не получится дальше есть трехцветные целых три штучки так вот примеру такой вот как тот не очень цвета как-то блекло выглядят да как-то нету какой-то блекло согласитесь как вот дальше добавили клаксоны гудки так называемые почему-то яща у некоторых танков проиграл вы не слышите одинаковый почему-то добой взгляд можно купить тоже 25 голды это вообще уже без вариантов только за только за голд хоть и очень мало 25 голды это очень мало я даже не помню сколько но это блять 10 20 рублей что такое но все равно это уже понимаете это как бы заставляет это как бы они специально приучают чтобы человек пошел положил а так вроде в ламы да платить там 10 рублей ну положит 100 рублей а там где еще начать потратить то есть логика такая а все захотят особенно школьники вот нет похер вообще гудок а школьники то блять захотят нахуй чтобы выделиться туда-сюда и первым делом они побегут покупать то есть блять вот сука эти белорусы они ща нищеброда такие у них там такая девальвация блять как все там цены блять выросли в миллион раз нахуй и они дерут с русских людей блять деньги я еще понимаю как я уже говорил москвичи блять потому что москвичи ладно там денег дохуя но провинции так далее это вообще пиздец вот такие ну в общем это очень сильно на мой взгляд очень сильно но блять реально внесет какую-то новую нотку поэтому я считаю это важно гудками покажет не знак в реале будет посмотрим сейчас кто-то говорит что будут галдеть так далее ну не знаю возможно там будет можно убавить звук именно гудка или еще чуть-чуть такое вот так дальше какие изменения там разные изменения сделали роты сделали несколько уровней там 1 уровня 2 что такое вот абсолютно чемпионская короче там чтобы вы не все были высокого уровня люди хотят поиграть да к примеру а у них нет нормальных танков а смысл оборотах практически нет играть на слабых танках мы сколько играли редко когда попадается на слабых в основном всегда тупые получается что толком в рот и можно поиграть на топовых танках а топовых мало кого есть поэтому сделали несколько уровней так я дуку роты еще посмотрим создать роту и это вот ведь тут чемпионская юниорская средняя абсолютно юниорская суммарный уровень 2040 до 2040 это средняя 40 60 максимальный уровень танк есть все дела короче вот это в принципе да это уже поможет больше кто сможет играть по народу помогут создавать только тоже с премиум аккаунт поэтому мужу короче опять же нужно баб бабки тащить причем я считаю на один день некоторые купают премиум это херня это очень дорого получается минимум на на месте упасть на месте 300 рублей один день там получается 10 рублей а если покупать на один день то там блять там очень дорого дороже гораздо выходит к ну кто как хочет короче похер ну вот такие вот отличие там еще есть отличие две новых карты добавили сейчас мы их посмотрим в бою плюс переработали очень много очень многих танков короче модели повреждений я так уже посчитал на формах там люди очень сильно начали ныть потому что там некоторые танки апнули там из седьмой говорят либо это баги либо чаще говорят из-за очень серьезных танков не могли пробить в корму прикиньте то есть там изъезд то говорит чел два раза стрельнул не смог в корму пробить из 7 из топовые пухи пиздец ну и так далее очень народ но и как обычно посмотрим как будет фугас искали урезали хотя не замечал что они сильные были они по-моему кое-как чё-то там наносили урон маленький не ст что я заметил вчера тайп 59 начал разбирать фугас вместе 44 пушки у которой 144 пробить вот ничего так отнимала более-менее нормально мне самого удивило ну до этого сколько я очень часто фугасом играл и еще играю когда пушк нет нормальных и там малыш не снимает 24 процента очень задолбаешься поэтому куда уж еще резать дальше там что-то ну и всякие мелкие там т-44 добавили там что движок еще один пушку ученым добавили это принципе такие локальные изменения и в целом в общем для кого-то имеет значение у нас мощь от 44 имеет значение но так в общем в целом не очень большое еще какие-то может есть изменения короче так туман войны по моему я не знаю тут до тестом по ходу клановых нету на этом в общем логично что даже чат нету не то чтобы чё там даже чат у меня нету и туба 2d значит будут тестить онлайн так сказать как это будет выглядеть singard классный штук туман туман войны сейчас все знаем какие там я так это будет как бы загадка от моща когда вступали в кланом таки медики там танки да так час и рассмотрим агарным обработанная нахуй проиграем начале будет миру и только когда открывать муж будет видно каут короче открываешь мата пока дальше кластеры какие-то вели блять не знаю как это будет не похуй кластеры непонятные толстая их читать так что-то не понял вы можете воевать на разных кластеров нахуй нет надо я обычно жму войти всю эпоху кластеры не клай в общем танки ни о чем к конечно что когда-то поиграл на высокоуровневых более-менее танк тело все эти мелкого уровня вообще никак а еще добавили еще один но это уже это добавили как я забыл пт сау ссср блять голдовую единственный голдового пт сау су-80 ну она мне честно говоря не интересно опять же маленький уровень ладно давайте купим короче блять нет свободных слот короче мне все низкоуровневые чаще нахуй блять просто ваще ни о чем ваще не охота поэтому для меня это полный 0 нет в общем вообще никак я не знаю зачем низкоуровневые ну конечно не стоит дешевле ну блин не знаю абсолютно дерьмо пиздец говно какой-то блямба какая-то блять пиздец говнище ваншотится 400 прочности но более-менее крепкая блять многие ваншотить будто так с двух ударов говно короче итак смотрим он первый танк мтс какой-то ёпта американский танк в общем ну полная хрень какой-то медленный блин еле еле ползет еле поворачивает вот видите а это же он уже премиумный поэтому не прокачать ничего не пушки он стреляет из двух но это полная и на теме в общем ничего в общем-то не дает их видачи не пробивает от сделали похоже новые взрывы когда он об землю стреляешь короче им на в землю об танчики по моему также осталось несколько покруче выглядит вот видите как вот как бы у меня так вот сразу конечно неправдоподобно но все-таки вот короче чу еще можно сказать юта забыл что хотел сказать юта карты я не буду новые показывать их всего лишь две надо ждать или тренировку создавать что такое в общем похрен карты и карты на самом деле особо по карту никогда не замучивался не заборачивался мне нравится там малиновка прохоровка чисто не ностальгии прошибает химмельсдорф нормально все остальное херотень в общем то вот тут пытаясь т-43 в нашу короче иногда простреливать но правда не понятно сколько там отнимается подозрение что там что вообще ничего не отнимается вот этот су в камуфляже как мы видим короче ну так себе особо не летит поворачивает медленно ну блин говорю что после после нормальных танков блин высокоуровневых это просто унылое говно который вообще непонятно зачем играть тем более деньги тратить какие деньги так вот это было тут гудок погудел тут хитро они сделали защиту ты когда погудел один или несколько раз то 30 секунд больше нельзя гудеть вот она и сильная защита поэтому загудеть в общем то не получится и а так за спамить нельзя то все до это быстро плюнуть вот появился голосовое короче предупреждение враг обнаружен только непонятно это ты вы действительно обнаружил как бы засветил или просто увидел потому что у меня там была ситуация когда скале враг обнаружен а враг там был в таком месте к нему короче другие по команде были гораздо ближе и это вряд ли я его засветил вообще были маловероятно короче вот ну тут что-то пытаясь стрелять экипаж понятное дело не прокачанный поэтому даже при полном сведении он не попадает но это я так чисто не как я сказал уже абсолютно интересно поэтому я так просто прощелку вот этот panzer 2 или как вот там тоже супер медленно смотреть как он и гели едет и поворачивается вообще медленно как будто блять как будто он стоковый нахуй его нужно прокачать тут же луч короче он пиздец как пиздец как летает ёпта поворачивает очень неплохо а это чуть вообще не понимаю за это деньги платить пипец просто полный бред еле едет короче вот обнаружен противник вот это как раз ситуация видите он там вон видите он где а к нему гораздо ближе эти придурки вот поэтому в общем танки конечно чубе лет полная хренатень непонятно зачем кстати сделали вот как мы видим слева по-другому отрисовывают игроков там уровень пишется раньше не писался там уровень но это для нубов наверно потому что так задроты они в общем наизусть на это уровень да и не имеет это большое значение в основном уровне нужно знать каких-то топовых танков пожалуй но больше для нубов сделано о короче пошла сирена что типа захватывает базу блять я сначала испугался подумал в натуре короче сирену за это я причем на форумах уже прочитал штамм сиренную не думал что она такая я блять и она так это так это звук такой я нахуй раз куплю хочу делать на как отключить а сделал короче у у колонок звук потише бля у это короче утихла то есть здесь блять подумал нападение ракетные и зазрение так сделали то что друг действительно ракетное нападение все-таки а блять эту базу захватывает на вот это самый интересный танчик от bts в общем ничего он так красиво выглядит конечно комар блять ну блять очень очень оригинальный в камуфляже прикольно вообще выглядит это стартует как мы видим вообще мгновенно практически прям стрельнул блять как ракета поворачивает хуёво ёпта видите как он блять как это баржа какая-то кое-как во чего смотрите по щеку и когда же бт-2 получше поворачивать ведь я даже не вписался нахер ну летает неплохо пушка стреляет не пулемет хотя муж нужный пулемет поставить хер узнает мне похер что не можно поставить я так чисто глянуть просто на танчик как наружу меня вот этот pz2 начинает разбирать я в нее не понимает улья попадал нет у меня в ламы даже не заморачиваться я так чисто полетел ну ладно короче до скорого пацаны вот такой небольшой обзор основной все затронул пожалуй вот теперь бутылочек завались не месиво и поэтому мы блин затянули песенку на 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 на